Итак, друзья, приветствую всех вас, приветствую всех, кто не спит, для того, чтобы посмотреть вживую воочию и увидеть анонс второго комплекса открытого этапа Reebok CrossFit Games 2017. Спасибо. Итак, друзья, вы можете писать свои впечатления, трансляции, свои мысли в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Конечно же, у нас там проходит своеобразная викторина. Кто угадает, какой комплекс сегодня будет представлен, естественно, до его официального объявления, тот получит календарь на 2017 год от нашего сайта CrossWorld. Пишите свои версии, активнее просыпайтесь, для того, чтобы вживую увидеть анонс, не смотреть потом запись. Конечно, она будет доступна в любом случае для всех вас, но вживую быть свидетелем того, какой комплекс объявляет Дэйв Кастро, он будет же, конечно же, гораздо, гораздо интереснее. И вот нам показывают участниц сегодняшнего противостояния. Это Кэрри Пирс, занявшая в 2016 году на Reebok CrossFit Games шестое место. Поправка пятая. И ей будет противостоять Кристи Рамо. Она в свои первые игры заняла восьмое место, очень высоко забралась в качестве новичка. И анонс будет наш проходить в штаб-квартире компании ROG, компания, которая производит CrossFit оборудование, много-много что еще для инфраструктуры спортивной. Собственно, там и будет сегодняшний наш комплекс проходить. И сейчас ведущие рассказывают о том, каким же получился комплекс 17.1 многострадальный, который многие атлеты переделывали огромное количество раз. Буквально вчера они сделали последнюю попытку 17.1, а сегодня днем они уже будут делать второй комплекс этого этапа, поэтому сил, конечно, чтобы остановиться будет не так много. И вот нам показывают статистику, конечно, девушек. Шестое, шесть, так сказать, финишей в топ-10 на играх у них есть. И, собственно, видите, Кэрри Пирс, пятое место на играх. Кристи Рамо, восьмая. Вот нам показывают площадку. Она намного больше, чем была на первом комплексе, который проходил в Монреале. Девушки так вообще в Париже выполняли в таком очень-очень компактном, очень небольшом зале свой комплекс. Ну, собственно, штаб-квартира Рог очень большое место, следовательно, возможно, нам стоит ожидать такого комплекса, в котором будет задействовано очень пространство. We know who she is now, because she took eighth. I spoke with her on the phone today, and she said she still almost feels invisible. She walked into a room, nobody would know who she is, but she's going to walk into a room tonight, and people are going to know who she is afterwards. Well, the woman that's going to be tasked with taking on Airemo tonight, the fifth-fittest woman in the planet in 2016, that's Кэрри Пирс. She's had a fast but very expected rise in the sport of fitness. Кэрри Пирс is a quick learner. И нам рассказывают историю Кэрри Пирс, и говорят, что она очень быстро обучаемый атлет. Всего после восьми месяцев занятий кроссфита она уже показывает такие высокие результаты. За год она прошла от просто хорошего атлета до атлета уровня игр. И, конечно же, Кэрри Пирс признается, что если в том году она в качестве новичка лишь дебютировала, лишь пробовала свои силы на играх, то в следующем году, конечно, она ставит для собой самые высокие задачи. А задачи эти — войти на подиум. И еще раз напоминаю, друзья, включаемся. Прямой эфир, прямая трансляция от Crosswalk на русском языке. Больше вы такого нигде не найдете. Трансляция в полном объеме. Покажем от начала и до конца. Если, конечно, пропустите, то всегда можете посмотреть запись на нашем сайте, которая, вероятно, уже сегодня вечером появится на ресурсе. Также вступайте в наши группы в различных социальных сетях. В первую очередь присоединяйтесь к трансляции, пишите свои впечатления о том, нравится вам трансляция, что улучшить, что добавить. Для того, чтобы последующие три комплекса, которые у нас остались, мы провели на высшем уровне. И, конечно же, нужно еще раз вспомнить, наверное, комплекс 17.1, который из-за технических таких неурядок, неполадок был продлен на целых два дня. И сейчас будет разминка от компании RivaCross Games. Возможно, она и подтолкнет нас к тому, что же будут выполнять атлеты в этом комплексе. И если вам оставлять резьбу, то你想, как к вам. Все, что у меня не в этой стороны, там, чтобы выросли широкий, вот это, что с истинным левым с хорошим. И теперь тут и истинным левым, поэтому вы можете взять трансляции на фергию на alto и на сайте скидку. И теперь力те их заходить. Как это делать? Это действительно, да. А это? Да. Так, что это не из этого, это да? Здесь нет, чтобы вы получили левый шарный, или с помощью них по боку. Но для него можноạть, что-то для него. Я думаю, что нужно, я использую медицина. Я использую медицина. Это не означает, что мы примем его к нам. Ну и пока ребята проводят разминку, можно, конечно же, поговорить еще раз об атлетах, которые будут представлять наш комплекс. Это две девушки, Кэрри Пирс, 5-е место на их 2016 года, и Кристи Рамо, занявшая в свой дебют 8-е место, забралась так высоко всего лишь с первого раза. И, конечно, Дэйв Кастро нас пытался вчера подтолкнуть на то, чтобы мы разгадали его загадки. Первая картинка, которую он выложил, эти были рыбы, по-моему, это карты были, которые глотали очень жадно воду. Возможно, это будут очень комплексы, где будут задействованы легкие, очень хорошо будут дышаться. И вторая картинка, это была память Арнольду Шварценеггеру, который позируется в такой бодибилдерской позе. Очень, очень сложные загадки у Дэйва Кастро. В первом комплексе открытого этапа Дэйв за день, за два до анонса комплекса выложил крышу собора Парижской Богоматери и одноименного произведения, где были каменные горгули, такие с круглыми спинами, и многие думали, что же будет листановая тяга или выходы на турнике. Различные были версии, но в конце концов оказалось, что эти горгули символизировали то, что будет с атлетами на следующем после выполнения комплекса. Все жаловались на очень-очень сильные боли, очень сильно была загружена спина, забита. И, собственно, некоторые не рисковали даже выполнять второй раз первый комплекс открытого этапа. Ну и вот, собственно, сам анонс нам показывают Коламбус, штат Огайо. Вот такая вот очень большая штаб-квартира у Rock Fitness, в которой они делают свои коварные дела, изготавливают оборудование различное, возможно, и у вас в зале есть какой-то инструмент спортивный или инвентарь от этой компании. Так, у нас какие-то небольшие неполадки с звуковым сопровождением. А пока нам ведущая представляет атлетов, которые будут участвовать в этом комплексе. Ну что ж, пока что представляют нам атлетов. Пока ничего важного мы не пропускаем. Главное, чтобы звук появился во время, собственно, речи Деева Кастро. И вот нам показывают еще людей. Это, возможно, волонтеры или судьи. А, возможно, эти ребята будут выполнять упрощенную версию комплекса, версию Scale, так называемую. Так, ну, звука у нас по-прежнему нет. Будем лишь догадываться, о чем будут говорить ведущие, о чем будет идти речь на площадке. Вот мы видим, как Кэрри Пирс о чем-то беседует, подготавливаясь к комплексу. И, конечно же, сейчас не заставит себя уже долго ждать. И директор CrossFit Games Дейв Кастро, который выйдет и с гордостью объявит нам анонс второго комплекса открытого этапа CrossFit Games. Кстати, по итогам первого комплекса, очень много российских спортсменов и российских команд взобрались в зону выхода на региональный. Конечно же, после первого комплекса еще рано говорить о каких-либо проходах дальше. Но очень-очень хорошие заявки сделали наши атлеты для того, чтобы поехать на региональный этап CrossFit Games. Продолжение следует... Ну вот и со второй атлеткой нас знакомят, с Кристи Рамо. Нам лишь остается догадываться, о чем говорит атлетка. Вероятно, о своем выступлении на CrossFit Games на региональном этапе. Да, вот нам как раз показывают отрывки из игр в Карсене, которые, кстати, в том году в последний раз на данный момент проходили в Калифорнии. В следующем году уже нас ждет эфир и трансляция игр из Мэдисона. Город, что находится в средней части США. Это решение было принято для того, чтобы популяризировать игры не только в Калифорнии, не только на западном побережье, но и по всей Америке. Для того, чтобы, так сказать, шагали CrossFit игры по всей стране. И развивалась инфраструктура соответствующая для того, чтобы можно было проводить CrossFit соревнования на таком высоком уровне, как CrossFit Games. Ну и, собственно, больше людей присоединялись к CrossFit сообществу, начинали тренироваться и выступать. Например, как Кэрри Пирс, которая всего за 8 месяцев, напомню, прошла путь от просто атлета до атлета уровня игр, уровня CrossFit Games. Ну вот, появился, наконец-то, наконец-то появился звук. Это очень хорошо, ведь мы не пропустили ни одного слова от Deiva Castro, который, собственно, даже еще пока что не появился на наших экранах. И, конечно же, Томми Маркес как раз делал пациент на том, что они заметили вовремя эти неполадки и в быстром порядке их устранили. А вот женский лидер-борд после комплекса 17-1, где мы видим Кэрри Пирс на высоком 11-ом месте, ее результат 10 минут 16 секунд, а крестья Рамы расположилась на 55-й позиции, ее результат 10 минут 57 секунд. И вот мы видим, на первой тройке это Сара Арманиус и Кара Уэбб, первые две атлетки, занимающие позиции. Ну, а до недавнего времени первой была Саманта Брис, которая всех удивила, переделал комплекс и делал его за 9 минут 47 секунд. И как раз сейчас ведущие удивляются такой прытию от атлетов, что очень-очень много девушек просто час за часом практически улучшали время друг к другу. И, конечно, сейчас наборят группу Уэллс, занялся восьмое место. И сейчас мы знакомим с Хеллен Хардинг, которая победительница в категории мастера 40-44 года. И сейчас Билл Хендингер, владелец Rogue Fitness, рассказывает нам, как же он начал свой бизнес и организовал такую огромную на сегодняшний день структуру, как рок-фитнес. И его супруга также делится своим впечатлением, своей историей, своим опытом о том, как же у них с мужем получилось. Получилось вывести свой бизнес на такой мировой уровень и радовать всех нас практически идеальным оборудованием. Вот показывают знаменитую конструкцию, которая, по-моему, называлась Zeus, использованная на играх 2015 года. Для многих комплексов это была практически одна из основных участниц, если можно так сказать, про оборудование игр двухлетней давности. Ну вот такая была история от двух супругов, которые начали с небольшого бизнеса, и впоследствии все это переросло в такую компанию, которая сегодня будет проходить анонс второго комплекса открытого этапа CrossFit Games, который мы с вами вместе наблюдаем сейчас. При помощи нашей трансляции, трансляции на русском языке, присоединяйтесь к нам, пока еще есть время до анонса, и пишите свои варианты комплексов, которые вы думаете будут представлены сегодня директором CrossFit Games. Напоминаю, если вы угадаете, то вы получите календарь на 2017 год от CrossFit Games Facebook для эксклюзивной информации Роу vs. Бауз. Но сейчас это время, чтобы отправить вещи в Колумбус, Охайо и Роуфитнес-Хедкортерс, к Рори Маккернану, для лайвого анонсмента 17.2. И вот начинается второй комплекс из Колумбуса, Огайо, где ведущий Рори Маккернан, который, кстати, тоже участвует в трансляции, вернее, не только в трансляции, а вообще в соревнованиях в Оупене, будет объявлять второй комплекс. Опять какие-то небольшие неполадки со звуком, но я думаю, сейчас они уйдут. И мы увидим директора CrossFit Games, Дэйва Кастро. И вот, собственно, директор CrossFit игр появляется. И в комплексе 17.2 будет две гантели. И начнется он из 55 выпадов с гантелями над головой. 16 подносов ног в перекладине. И потом мы берем 8 взятий на грудь гантелей. 2 more rounds of that triplet. But for the second two, instead of 16 toe-to-bar, You will do 16 bar muscle-ups. 17.2 is 2 rounds, 50-foot walking lunge, 16 toe-to-bar, 8 dumbbell power cleans, then 2 rounds, 50-foot walking lunge, 16 bar muscle-ups, then 8 power cleans. As many rounds and reps as possible in 12 minutes. Итак, друзья, комплекс 17.2. Это два отрезка, вернее, сначала делаем два раунда, которые включают в себя один раунд. Два отрезка по 25 футов, примерно по 10 метров, выпадов с гантелями в согнутой, локти должны быть в согнутой позиции. Далее, делаем 16 подносов ног в перекладине, и потом 8 взятий гантелей на грудь. Далее, нам предстоит два раунда, опять же, из 50 футов выпадов с гантелями в локте в согнутой позиции, Далее, 16 выходов силы на перекладине и 8 взятий на грудь. И вот сейчас нам официальное представление комплекса, официальное видео. После подносов ног в перекладине, мы берем на грудь гантели, не в сет, а именно в стойку. И далее, во второй части комплекса, если можно его разбить на две части, следует два раунда. Опять, 50 выпадов с гантелями, 16 выходов на перекладине и 8 взятий гантелей на грудь. Ну, собственно, Дэйв Кастер обещал гантели и уже на всю катушку их использует. И интересно, кто-нибудь угадал ли, смог ли прочитать мысли Дэйва Кастера и Агда, и выиграть календарь от Кроссворда. Конечно же, после анонса просмотрим все ваши комментарии. Можете уже сейчас писать ваши впечатления о комплексе 17-2, рассказывать, понравился он вам или нет. Думбеллы, the dumbbell over the center line, so you can rest it on your shoulder. Your hand has to stay on the handle the whole time. You can also do this. Those are both fine. Another big thing, a change, is with these snatches, last week we required both parts of the head to touch the ground. This week, with the two dumbbell clean, we're just requiring one head of the dumbbell to touch the ground. But again, you know, watch these tip videos, read the descriptions, see some of these other athletes do it. Pay attention to the rules and have fun with it. Thanks, Dave. As Dave mentioned, you guys can go to the CrossFit Games website for the extended standards. What you saw here was just an abbreviated version for this broadcast. Now, guys, there's 390,000 of us participating in the Open this year. Напомню, что есть крышка у этого комплекса, этот комплекс Амраб. 12 минут предстоит выполнять комплекс атлетом. Не так уж и много, но, конечно же, из-за этой короткого времени можно очень-очень много сил оставить на площадке. И традиционное уже обучающее видео от Николь Кэррол, которая расскажет, как правильно распределить силы по всему комплексу, как правильно выполнять все движения, которые нам встретятся в ОМС-17-2. Hey, guys, just finished warming up, getting ready to do this one. Here's what I'm thinking about the lunges. I'm going to try to keep them really steady, not rush them, so stepping through as much as I can and using them as a bit of an opportunity to breathe if that's possible. For the dumbbell power cleans, of course, I would love to do all eight and head straight into the lunges. I'm going to see how this one hits me, though, and one thing I am going to make sure that I don't do is an extra dumbbell power clean. So if I have to, I will put it down on six or seven or somewhere before eight so that I don't have to do nine just to get it on my shoulders and do the lunges. I know for myself, for bar muscle ups, it's definitely not something that I can rep out as quickly as toes to bar, so I'm going to need more time in the rounds with the muscle ups. I'm going to try to buy myself as much time as possible in the rounds with toe to bar by going quicker, however, I don't want to go so quickly that I put myself in a big deficit. Just finish this one up and I got 14 bar muscle ups into the second set of bar muscle ups. And I'm going to tell Nicole Perrault, that she was able to manage my grip and manage my grip, especially in the dumbbells. And what I want to say is to use a real power clean with a quarter squat or half squat versus a muscle clean. And I'm going to try to pull the dumbbell up. And that you don't have to pull the dumbbell up. And it is written a little bit of a fourth grip. I'm a lunge and a double grip up on these dumbbells. All the way to do this is, first of all, don't put them up. Don't put them up, don't put them out, because the dumbbells are running with a muscle up. Good and high. And allowing the dumbbells to be able to benefit from those dumbbells. Написал свои комментарии под нашим постом, где проходила викторина. Ну а что касается остальных движений, это выпады, по-моему, я тоже встречал этот комментарий. Еще раз повторю комплекс для тех, кто только что к нам присоединился. Комплекс состоит из четырех раундов. Два раунда это два отрезка выпадов с гантелями в руках и руки должны быть в согнутом положении, то есть гантели касаются ваших плеч и руки у вас представляют собой прямой угол. Далее вы делаете 16 прогнозов ног в перекладине и после этого 8 взятий на грудь двух гантелей. Это из этих упражнений состоят два раунда. Далее идет еще два раунда, немного измененных, это также выпады. Далее идет 16 выходов силы на... не на кольцах, на турнике. И 8 также взятий на грудь двух гантелей. И такие четыре раунда можно выполнять, пока отсчет не покажет 12 минут. Крышка у комплекса те самые 12 минут. Ну и сейчас Дэн Бэйли и Марго Альварес рассказывают о том, как им этот комплекс. И Дэн Бэйли говорит, что нужно двигаться очень-очень быстро и выполнять эти движения очень быстро. Дэн Бэйли, это все еще раз. Но где вы думаете вы можете перезти? Что вы можете купить по-другому? Что вы видите по-другому? В этом случае вы будете видеть 8-плюс, 10-поталов, если вы будете countать. Что вы думаете, Марго? Я думаю, что 8-поталов. Я думаю, что это может быть стик-пой, что 7-8 раунды если вы будете по-другому. Если вы можете получить то, что вы можете будет об этом, чтобы я вам покажу. И сейчас ведущий напоминает нам, что возможность трансляции заключается в том, что, пройдя по другой ссылке, которая была указана на экране, вы можете наблюдать за всеми 10 линиями, 10 дорожками, которые будут задействованы в этом комплексе. Нам же будут, конечно, показывать и делать акцент на Кэрри Пирс Кресси и Рамы их противостояния, но другие атлеты, которые будут выполнять комплекс, будут доступны на русскую ссылку. И сейчас двукратная победительница CrossFit Games Кэтрин Дэвидс Тоддер в студии и рассказывает о своих впечатлениях, о своих мыслях по поводу данного анонса. И остается чуть больше минуты до стартовой команды, до команды ведущего, переступить к выполнению комплекса. И, собственно, посмотрим, сколько же, сколько же раундов получится закрыть у наших атлеток, у Кэрри Пирса, Кристи и Рамы. Напомню еще вес гантелей. Вес гантелей остается такой же, как и в первом комплексе. Вес гантелей остается тем же самым. И вот остается всего 10 секунд, 10 секунд до того момента, как мы переступим к просмотру второго комплекса. И вот атлеты берут гантелей в правильную позицию. Их устанавливают. И видим, как Кэрри Пирс и Кристи и Рамы приступают к выполнению. Первый отрезок пройден. Это 55 футов, это примерно 15-16 метров. Более подробную, более точную информацию мы узнаем потом, после уже адаптирования комплекса на наши единицы измерения. И вот мы видим, что выпады закончили девушки, и приступает к носу ног в перекладине. Напомню, 16 повторений нужно сделать в подносах ног. И далее следует 8, 8 взять и гантелей на грудь. Вот мы видим, что Кристи и Рамы разбивает свои подносы ног в перекладине, а Кэрри Пирс не сдается и в одном темпе выполняет подносы. Ну, конечно же, Кэрри Пирс немного, на мой взгляд, выше уровнем атлета, чем Кристи и Рамы. А вот мы видим другие атлеты, которые выполняют помни, они как раз делают версию упрощенную, масштабированную, в которой допустимы вместо подносов ног в перекладине, по-моему, подносы коленей и к локтям. Ну вот мы видим, что Кристи и Рамы вырываются немного вперед. Не разбивает она выпады. В одну и в другую сторону идет не останавливаясь, но это, наверное, и правильно. Помню комплекс 16.1, где тоже были выпады со штамминной головой. Все советовали как раз-таки не разбивать, не отдыхать на выпадах. Лучше отдыхать между упражнениями, если его, конечно, понадобится. И вот мы видим, вторые выпады были окончены. И второй раунд, таким образом, переваливая свою середину, напомню, нужно выполнить два раунда в такой работе. Выпады, поднос в ног в перекладине и взятие гантелей на грудь. Таких два раунда выполняем. Далее следует два раунда, немного отличающихся. Отключаются они тем, что вместо 16 подносов ног в перекладине и нужно делать 16 выходов силой на той же самой перекладине. И вот мы видим, что не обязательно атлетам касаться полной поверхности гантелей земли лишь достаточно кончиками, если можно так выразиться, гантелями, коснуться поверхности пола и таким образом тоже будет засчитано повторение. И вот мы видим, что приступили они ко второй части комплекса, ко вторым двум раундам. Почти, почти, выпад, выпадают атлетки. Очень, очень хорошо работают. 3 минуты 40 секунд прошло от отведенных 12. Четверть времени закончилось. И сейчас приступают атлетки к выходам силой на перекладину. По несколько повторений делают атлетки. Руки уже, конечно же, устали. И от висения на турнике во время подносов ног и от самих гантелей. Везде, везде руки задействованы, как и обещал, кажется. Бицепсы у нас будут, как у Арнольда Шварценеггера на той самой картине. И видим, что в версии масштабированной места выхода в силой на перекладине атлеты выполняют просто обычные подтягивания. И вот мы видим, остается два повторения у Кэри Пирс до того момента, как она перейдет к восьми взятиям гантелей. Да, видим, что Кэри Пирс отрывается, отрывается от своей соперницы немного, всего лишь на нескольких повторений. Видим, что практически руками, одними руками тянет атлет к гантели. И уходит, уходит на выпады. На второй раунд 50 футов, это 15,5 метров. 16 выходов в силой на перекладине и восьми взятий гантелей. Видим, что вес гантелей, как я уже говорил, не изменен. Так точно такой же вес, как и в первом комплексе, только гантелей стало в два раза больше места одной гантели. Теперь нам предстоит работать с парой. И закончила Кэри Пирс. 6 минут 39 секунд, больше половины времени, ушло у нее на то, чтобы выполнить те самые 4 раунда. И далее опять переходит. Нет, еще один раунд у нее остался. Также выходы силой. Ну, собственно, если брать то время, которое сейчас показывают девушки, можно предположить, что очень сложно будет закрыть все 4 раунда на 2 круга. Потому что, как мы видим, прошло 7,5 минут. Кэри Пирс пока что выполняет второй раунд выходов силой на перекладине. Выполняет, выполняет до сих пор атлетки выхода силой. Очень много сил ушло. И мы видим, что всего несколько повторений остается Кэри Пирс до взятий кантелей на грудь. Кристия Рама отстает от нее на несколько повторений. Но, думаю, на выпадах они опять же таки выровнятся. Да, уходит Пирс на взятие гантелей. И вот вы можете пронаблюдать за тем, как нужно выполнять взятие. Видите, не обязательно касаться полностью поверхностью всей гантели пола. Видим только кончиками. достаточно физический контакт с полом. И далее опять можете смело поднимать на грудь. И сразу-сразу ушла на выпады. Да, руки, руки, конечно, железные. Железные у девушек. Потому что во всех, во всех движениях очень, очень большая роль выпадает нашим рукам. Видим, что даже в таком положении руки не отдыхают на выпадах, а наоборот еще больше пробивается и закончила пирс. Выпады и далее подносы ног перекладине. Закончила она один круг составляющей 4 раунда. Два раунда у нас включаются в упражнения, у которых есть подносы ног перекладине, а два последующих раунда заменяются подносы ног перекладины на выходы силой на турнике. Остается работать всего 2 минуты. 2 минуты, даже меньше. И каждое, каждое повторение сейчас важно. Видимо, крестерама заканчивает выпады, также переходит подносом ног перекладине. Ну что ж, повторение 200, думаю, сделает Пирс. И остается всего 90 секунд. Видим, что все, все силы брошены на конечный отрезок, на конечную дистанцию. Остается несколько взятий на грудь у Пирса, и опять она перейдет к выпадам. Уже, думаю, разбивать их не будет. остается чуть больше минуты. Да, видим, Пирс шагает, шагает, разворачивается. Нет, конечно, отдохнуть, отдохнуть надо рукам. Остается минута. Можете наблюдать за тем, как другие атлеты выполняют. Да, они выполняют масштабированные версии, где заменяются выходы силы на перекладе не просто подтягиваниями, и вес контейнер, конечно же, на мой взгляд, другой. Да, остается 30 секунд. Посмотрим, сколько же повторений успеет сделать Пирс. Разбивает, разбивает она под носом от переклади. 20 секунд остается работать. напомню, считается каждое повторение комплексом РАП. Остается 5 секунд. И, да, время закончилось. 193 повторения. Это 192 повторения у Кэри Пирс. Это на данный момент лучший, лучшее время. Не лучшее время, а лучший показатель к повторению по всему миру на данный момент. Но, думаю, все мы понимаем, что еще не раз будет переделан этот комплекс и, возможно, результаты будут улучшены. Будет изменена немного стратегия, тактика в выполнении тех или иных упражнениях. Очень, очень мощно, очень, очень достойно выступили атлеты. Все атлеты, находящиеся на площадке, проявили себя как можно лучше, выложили все силы и вот видим Кэрри Пирс просто не устает отдавать привет своему подконнику. И еще раз напомню комплекс, еще раз напомню, что же нам предстоит делать в комплексе 17-2 открытого этапа Кроссфит Геймс. Для начала это Амраб 12-минутный, в котором нам предстоит сделать сначала два раунда выпадов с гантелями с руками согнутыми на 90 градусов. Далее следует 16 подносов ног в перекладине и 8 взятий гантелей. Далее нам предстоит выполнить два раунда также выпадов, 16 выходов силой на перекладине и все те же 8 взятий гантелей на грудь. И таким образом один круг будет составлять 4 раунда из приведенных упражнений и можете работать в таком темпе, в таком режиме 12 минут. Как мы видим, Кэрри Пирс закончила один полный круг и один раунд начала выполнять и остановилась на подносах ног в перекладине. И говорит Кэрри Пирс, что просто хват хват бешено устал и на гантелях на перекладине. То есть руки у нас постоянно что-то держат. То у нас в руках гантеля или тюрник больше ничего третьего не дано. Поэтому думаю и предплечья и бицепсы и хват будут в шоке от этого комплекса. И спрашивает ведущий это всего лишь твои вторые игры будут какие у тебя планы. атлет отвечает что цель одна буду расти и развиваться и как можно выше стараться подняться. Выше чем в прошлом году. Дальше стоит такая перед ним. И сейчас будет традиционное включение из студии в котором ведущие будут обсуждать сам комплекс обсуждать выступления атлетов. Эти две девушки показали самое первое выступление вообще в мире. И на данный момент они занимают первые две лидирующие позиции в нашем лидерборде который вы можете конечно находить на сайте CrossFit Games. Может уже вы проснулись у вас уже началось утро и конечно же первое что вы сегодня будете делать в зале естественно после качественной разминки будет комплекс 17-2 Да и конечно сейчас для включения из основной студии в которой мы обсудим комплекс и то как же выступили девушки выполняя его а вы конечно же если проснулись пишите пишите ваши впечатления о комплексе понравился он вам или насколько он вам понравился ваше впечатление планы представили уже себе как будет вести себя ваши руки во время выполнения этого комплекса потому что как я уже сказал руки здесь несут просто неимоверную нагрузку я зачистую очень смотрю это совсем это очень очень просто вы в в в в в в в И уже можете переходить на сайт, где уже комплекс данный представлен. Данный комплекс представлен. Можете еще раз подробно его изучить, переписать себе и уже смело идти выполнять. Напомню, что комплекс 17.2 это 12-минутный амраб. Сначала делаем два раунда. 15,2 метра выпадами шагами с гантелями на плечах. Вес гантелей, как я уже сказал, не изменяется. 22,6 кг для мужчин, 15,8 кг для девушек. Далее следует 16 подносов ног к турнику и 8 подъемов гантелей на грудь. Два раунда таких выполняем. Переходим к следующим двум раундам, которые составляют также выпады. 16, теперь уже выходов на турнике и 8 подъемов гантелей на грудь. А версия, которая называется скейл, так называемая масштабированная, насколько я мог судить по трансляции, также составляет выпады. Далее, после подносов ног к турнику, насколько я помню, атлеты выполняли подносы коленей к груди. А далее уже так же они делали подъемы гантелей на грудь, а во-вторых раундах, так называемых, вместо выходов на турнике, они выполняли простые подтягивания. Ну, кому-то покажутся простыми, но для ответов, которые только начали заниматься, и хотят проявить себя на открытом этапе против геймс, конечно же, версия скейл подходит как-нибудь лучше. И, конечно же, хочу сказать спасибо всем, кто смотрел с нами эту трансляцию. Если вы пропустили, можете сегодня вечером уже, я надеюсь, будет загружена трансляция на наши ресурсы, в социальные сети, на русском языке. Можете, конечно же, с ней ознакомиться, еще раз посмотреть, ничего вырезанного не будет, все как и в прямой трансляции, все эмоции, все переживания, можете пронаблюдать, прослушать на родном русском языке. А думаю, сейчас на этом мы уже будем подводить итоги, прощаться с вами, и показывать нам еще одну нарезку ролика про Кэтрин, Таню, Дэвид Толли, и не только ее. А на этом хочу сказать всем вам спасибо, всем, кто был с нами на протяжении всего эфира. Он следил вместе со мной за анонсом комплекса второго, открытого этапа CrossFit Games. Думаю, он вам понравился. Еще раз говорю, переходите по ссылкам, переходите в нашу группу ВКонтакте и на основной сайт CrossWord, где уже представлен этот комплекс. Вы можете уже выполнять и заносить первые результаты в Reader World и писать, конечно же, в группу. И, конечно же, будет подведен итог конкурса, где вы писали свои версии комплекса, который сегодня мы с вами увидели. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Антон Зайцев. Увидимся ровно через неделю на анонсе комплекса 17.3. Всего доброго, до скорых новых встреч.